Знают, где вкусно поесть и даже проведут до кафе. Так работают зазывалы в Бахчисарае. Нанимают таких рекламщиков местные предприниматели и хозяева кафе, куда так настойчиво приглашают. А летом только в старом городе неофициально промоутерами работают десятки человек. Но по их мнению, они просто помогают туристам найти подходящее место для отдыха. Главное успеть к человеку подойти и прорекламировать свою кафешку. Так как боролись все за завалами, кафешка наверху, она пустовала, некому выйти. Официанты выходили, их никто не видел. Парень шустрый, взял и забрал человека. Наша задача наоборот, все подсказать человеку, туристу, отдыхающему. Навязчивые рекламы оставляют негативный отпечаток на репутации города. Туристические порталы пестрят жалобами от приезжих. Взялись за эту проблему в администрации Бахчисарая. Определились до 15 марта. Предприниматели нам дают свое видение, как они организуют, как они могут помочь в организации. То есть, либо это будет официально трудоустроенный человек возле каждого заведения. Он будет стоять либо с меню. Некоторые предприниматели и сами рады нововведениям. Ведь такое поведение портит впечатление о столице крымских ханов. Да и о Крыме в целом. Мы не должны себя так рекламировать. Это некрасиво. Возле Ханского очень много заведений. Идет большая конкуренция. Но все-таки мы должны оставаться людьми. Еще одна проблема Бахчисарая в курортный сезон – заторы на дорогах. Чтобы разгрузить центральные улицы старого города от большого количества машин, предложили установить запрещающие стоянку знаки прямо рядом с Ханским дворцом. Запланировано ограничение стоянки транспортных средств в районе Ханского дворца путем установки соответствующих дорожных знаков, нанесения дорожной разметки непосредственно перед центральным входом в Ханский дворец. Место для штрафстоянки уже определили, уверяет глава администрации, как и место для альтернативной парковки. Да, нужно будет пройти 50-100 метров, но это не такая большая проблема. Она очень сильно разгрузит главную нашу туристическую улицу. Бахчисарай – третий по популярности туристический город Крыма. Только с начала года штрафы за неправильную парковку получили 54 водителя. Если не предпринять меры, то показатель в курортный сезон может вырасти несколько раз.